Какие еще города? Представьтесь, пожалуйста. Павлодар. Еще? Атырау. Где? Где Атырау? Повернутая картина. Павлодар, Атырау, Караганда. Еще кто? Петропавловск. Петропавловск. Камчатский или Казахский? Казахстан. Так, у нас 4 города сегодня, да? И о чем мы хотим послушать? Какая сегодня тема? Допустим, скажем. Или вы не знаете? Оскорбление святого имущества. Хотите знать, что такое оскорбление? Но мы же это все знаем хорошо. Потому что мы начинаем с несовершенной стадии. Мы изучаем немножко другое. Мы изучаем, как избегать оскорблений. То есть, каждый человек в этом мире, рожденный в этом мире, рожденный в невежестве, он представляет собой анардхи. Ну, какую-то комбинацию недостатков. Ну, какую-то комбинацию недостатков. Век Кали. Век Кали, это считается научным утверждением, что человек порочен. Что недостатки естественны для человека, такие как вожделение, или жадность, или гневливость, или мстительность, не знаю, все что угодно. Океан пороков Век Кали. И даже ученые в это время считают, что это естественно. Такова природа человека, это нормально. Поэтому с этим никто ничего не делает. Нет в этом смысле работы. Есть самый нравственный принцип Век Кали, это Ахимса. Он устанавливается религиями. И вот этого достаточно, чтобы человека не убивал хотя бы. Но при наличии таких анардх очень трудно избежать насилия. Потому что сейчас мы понимаем, есть и тонкие формы насилия, они только физические. И насилие в результате чего люди все страдают. Поэтому на самом деле необходимо избегать этих анардх, этих недостатков. Это наша практика. Как есть и себя по отношению к человеку, очень сложно понять. Потому что люди есть разные. Как раз они и группируются, формируются благодаря каким-то анардхам общественным. Поэтому общаясь с людьми, даже на высоком уровне культуры, очень трудно избежать анард. Потому что некоторые анардхи являются уже природными. Сейчас самая распространенная анардха — это вожделение. Она всегда является корнем всех анардх. Но сейчас она распространена сильно в нашей культуре. Она распространяется и далее. Это такой двигатель как бы современного, так сказать, прогресса. Ну, за этим мы видим, есть также и недостатки, есть деградации. Но когда мы говорим о Боге, начинаем говорить о Боге, то картина проясняется, потому что Кришна, Его имя, оно чисто. Оно не имеет природных недостатков. И вот таким образом, воспевая Святого имя, мы можем иметь некоторый эталон, как бы, или камертон, индикатор нашего духовного развития. Мы сравниваем себя с воспеванием Святого имени. И говорится, что если человек не испытывает признаков экстаза, если дрожь не проходит по телу во время воспевания Святых имен, и слезы не льются, то сердце каменное. В Багаба там описываются вот эти симптомы. Байстан Сарасвати, он не очень поддерживал этот момент, потому что в Векаре много притворщиков. Люди могут просто быть эмоциональными и могут плакать просто от собственных эмоций. Можно это, как бы, тонко сымитировать. В Векаре вообще люди становятся притворщиками. Поэтому некоторые начинающие преды, они могут тоже пролить какие-то признаки экстаза внешние и думать, что достигли уже духовного совершенства. Поэтому Байстан Сарасвати говорил, что в Векаре не это будет главным признаком любви к Богу. Не эти симптомы, слезы или дрожь по телу. А то, насколько человека не привлекают чувственные наслаждения. Вот это тоже критерии для нас с вами, насколько мы продвинуты в воспевании святого имени, насколько оно привлекательно для нас и насколько они привлекают нас чувственные наслаждения. Четыре регулирующих принципа, они также дают эту характеристику. Насколько строго преданным может следовать этим принципам. Физически и в уме также. И вот у нас появляются такие, как бы, основы. Основы, на что можно опираться. Есть три стадии воспевания. Вообще, оскорбление святого имени, это входит в 64 анги преданного служения. Одна из 64 анг. То есть, есть много правил, описанные Рупой Госвами. Господь читания просил его описать подробно. Это вот из книги Бхакти Расамрита Синдху. Или Нектар преданности. Рупад ее пересказал. Ее смысл специально для тех, кто уже практикует. Искренне, серьезно практикует воспевание святых имен Бога. Это руководство. И Рупада говорит, что в этих своих комментариях, объяснениях, что если следовать этим правилам необходимым, то гарантирован успех. То есть, он дает гарантию. Ачария дает гарантию, если мы последуем этим правилам. И там есть правила, которые рекомендуют, что мы должны делать. Есть правила, которые запрещают что-то делать. Витхи Нишеда. И в том числе есть, упоминается о воскресительном воспевании святого имени. Вкратце, их нужно развернуть, их 10 получается. 10. Из этих 64 выбираются, выбираются, выделяются особенно 5 наиболее могущественных правил, как бы таких стимуляторов в Бхактии, могущественных. Они могут быстро, очень быстро пробудить Бхактии. И эти 5 преданных знают наизусть все. Вы тоже. Но также можно изучать более подробно эти правила. Их описывают 10, потом еще 10, потом еще 44. Можно также изучать подробно. 5 этих правил таковы, что изучение Шримад Бхагаватам относится к одной из могучных таких составляющих Бхактии. Очень быстро пробуждает любовь к Богу. То есть, читая Шримад Бхагаватам. Удиненно или вместе, обсуждая, слушая лекции по Бхагаватам. Но суть в том, что наш ум должен быть сосредоточен на этом. Для того, чтобы сосредоточиться, нужно время. И, как правило, класс Бхагаватам занимает минимум час. Ну, как правило, больше, если много преданных собирается, до двух часов. С Тиртаном, чтобы настроиться на слушание. Индивидуальное чтение. Может быть, тоже занять час, чтобы вчитаться. Ощутить вот это настроение Бхагаватам, Пхаву. Ведь мы же с вами именно хотим Пхаву. И для этого необходимо внимательно отнестись к этой Ангии, к этому правилу. Эти правила, они все божественные. И требуют особого внимания в нашей жизни. Материальная жизнь особого внимания требует зарабатывания денег. Там люди очень сосредоточены, ответственные. Потому что они могут потерять работу, потерять деньги. А деньги, собственно, это жизнь. И вот, говорится, подобным образом нужно развить свою привязанность к Шримадбхагаватам. Потому что это тоже жизнь, духовная жизнь. И так, чтение Шримадбхагаватам. Особое внимание к этому. Воспевание святых имен Бога. Также это требует особого внимания. Мы сегодня будем рассматривать эти действия скраблений. Это и есть особое внимание. Затем, жить в святом месте. Если мы приезжаем в какое-то святое место, нам тоже говорят, избегайте действий оскорблений. Здесь могут быть реакции. Это особое место. Нужно быть особо внимательным. То есть, эти анги, они очень важны. Требуют полного внимания. Святой Дхами, или когда мы берем руки четкие, или открываем Шримадбхагаватам. Это священное действие. Саду Санга. Также священное действие. Избегать оскорблений преданных. Служить преданным. И иногда предные думают, что служить преданным нужно возвышенным только. Думают, что преданные только чистые преданные. Иногда они совершают ошибки преданные в этом плане. Не считая кого-то из практикующих преданным. Или принижая роль общества ваичнавов. И таким образом, много критики появляется. Критики, оценок друг друга. Разногласия, столкновения. То есть, иногда это слишком много. И если это очень важный момент, это важнее, чем Шримадбхагаватам, чем воспевание святого имени, чем жить в святом месте. Потому что все это делается в обществе преданных. Все остальные анги. И если мы теряем этот вкус общения с преданными, мы теряем вкус ко всему остальному тоже постепенно. Или хотя бы половину вкуса. Например, если вы повторяете джапу уединенно, это хорошо. Но когда вы вместе собираетесь повторять джапу, вы чувствуете это лучше. Больше вкуса. И также, если мы воспеваем киртан в одиночестве, это тоже хорошо. Но когда мы собираемся большим количеством, это очень хорошо. Это лучше. То есть, больше вкуса. На самом деле, много вкуса можно. Итак, мы перечислили несколько вещей. А я какую-то вещь забыл. Саду Сангас, Шримадбхагаватам, воспевание святого имени, поклонение божествам. И поклонение божествам. В центре, в храме ли это, или домашние божества есть. Это тоже великий стимул. Великая вещь, которая может поддержать наши отношения с Кришной. Есть различные его проявления. Аватары в материальном мире. Господь, что не рассказывал об аватарах. Госвами рассказывал. Говорил, что есть гун-аватары, лил-аватары, манувантары-аватары, шактивеш-аватары. Есть много проявлений всевозможных. Но из всех этих проявлений, самая милостивая аватара, это арча-виграха. Божество. В форме божества. То есть оно становится для нас как бы видимым, воспринимаемым, доступным для служения. Это особое представительство Бога. Божество, если дома кто-то установил. К ним нужно относиться как к членам семьи, как к собственным детям, говорится. С полным вниманием. И вот важно следить, чтобы мы не потеряли внимание к этим пяти составляющим важнейшим. Когда говорится об оскорблении святого имени, то первое там упоминается также об отношениях с вайшнавами. Первое правило. Которое, собственно говоря, можно делить отдельно. Но есть разница. Например, можно оскорбительно относиться к вайшнавам, потому что мы не знаем этикета. Мы еще не понимаем положение вайшнава. И нам говорят, ну как тут в обществе общаться? Нужно служить. Вот вайшнавы скажут, что нужно делать. Вместе занимайтесь служением. Дух служения связывает нас, и постепенно нам открывается больше и больше положение вайшнава. Что у слуга Бога? Вот так ему нужно причать. Ни по профессии, ни по полу, ни по возрасту. Как люди все знакомятся, чувствуют эти вещи. На основании этих вещей они общаются. Сколько человек знает, сколько помнит, как он выглядит. На основании этих материальных характеристик складываются какие-то отношения. И они все иллюзорные, материальные. Они осквернены. Осквернены нашим материальным видением и выбором, собственно говоря. Но когда мы входим в общество вайшнавов, мы отходим от этих критериев. Потому что мы сосредоточены на главном. То есть вайшнавы слуги Бога. И тут не важно, как он выглядит, какой профессии, какого пола, какого возраста, даже какого характера. Но если мы, тем не менее, зная об этих вещах, все же продолжаем критиковать вайшнавов по этим материальным характеристикам, то это уже вайшнава-аппаратка. Это уже нама-аппаратка становится. Нама-аппаратка. То есть можно оскорбить вайшнава, но если мы это делаем, воспевая святое имя, и делаем, попуская эти вещи, становится нама-аппаратка. То есть это отразится на воспевании святого имени. То есть намеренная анардха становится нама-аппараткой. Апараткой. Нама, потому что мы получаем общение с вайшнавой по милости именно намы. Именно святого имени. Поэтому кто-то может спросить, а как связано вообще? Мое повторение Харе Кришна мантры и с тем, что я ссорюсь с преданными. Но здесь утверждается, что мы получаем общество вайшнавов по милости именно святого имени. Оно нас занимает преданным служением, и мы входим в общество вайшнавов, которое было ранее для нас просто недоступным. Это скрытая страна, и там есть свои границы, куда не может проникнуть ни один материалист. На карте вы не увидите такой страны. Не существует. Также и Вриндавана на карте вы не увидите, говорится. Это не географическое место, которое просто ограничено каким-то пространством площади. Это духовный обитель. Также общество вайшнавов – это, собственно говоря, святая Дхама. Это духовный обитель. Это Шримад Бхагаватам. Это поклонение божествам. Вот где живут вайшнавы. Вот, то есть, нужно научиться видеть положение вайшнава правильно. Таким образом, наше воспевание святого имени становится более могущественным. Очень могущественным. Настолько, что просто видя вайшнавов, можно уже ощутить экстаз, даже не воспевая. Так, как я слышал, один ученик Прабхупады, он говорил об этом. Когда его спросили о зависти между преданными, он дал интересный пример. Он был распространен в книг очень известным. И он привел этот интересный пример хороший. Когда вы идете по улице города, и вдруг увидите, что кто-то распространяет книги, вы, конечно, удивляетесь. И если в это время радуетесь, значит, у вас нет зависти. Это он преданным сказал. Если в это время вы радуетесь, значит, у вас нет зависти. Если вы радуетесь вайшнавам, значит, у вас нет зависти. И этикет вайшнавский гласит, особенно когда вы встречаете старших, вы должны радоваться. Если безрадостно встречаете старшего, то это не очень хороший знак. И не только старшего, мы радуемся обычно старшим и младшим, которые приходят только-только в сознание Кришны. А вот между этим мы разные вещи испытываем, потому что эти материальные характеристики, они становятся, сильно влияют на наше умовосприятие друг друга. И тем не менее, говорится, нужно вместе совершать служение. Так постепенно мы сможем осознать, что мы слуги Кришны. Мы не слуги друг друга, и нам ничего друг от друга не нужно. Мы свободны. Свободные слуги Бога. Это относится также к нам аппаратхе, если мы критикуем или поносим, говорится, преданного, который воспевает святые имена и посвятил свою жизнь воспеванию, распространению славы святого имени. И считается, что эта аппаратха очень могущественная, она способна очень быстро разрушить всю нашу духовную жизнь, на ее сравнивании с бешеным слоном. Бешеный слон, здесь нет слонов, правда, поэтому как этот пример понять? Но вы представляете, вы где-то видели слона, хоть на картинке, может быть, или в зоопарке, но там они другие. Но бешеный слон – это очень страшное явление. Мы видели в Джаганатхапуре, как дрались быки прямо на дороге, где идет Радхаятра. Там не было Радхаятры, но там всегда людно, многолюдно. Эта дорога подобна площади, только длиной в 3 километра. Для большого скопления людей, для праздника Радхаятры ежегодного в Джаганатхапуре. И там также много ходит быков огромных. И вот два огромных быка начали драться там в толпе людей. Там была ужасная паника. Люди все разбегались, потому что это огромные силы, они стали очень могущественно двигаться, прыгать в стороны на несколько метров. То есть могли просто убить несколько людей, когда они разъяренные быки. Это очень опасно. Но здесь, говорится, бешеный слон. Вроде такая, кажется, масса медлительная. Нет, но когда он бешеный, а когда он в ярости, он становится очень стремительной, эта масса. Если он врывается в сад, говорится, бешеный слон, ваш сад врывается, можете попрощаться со всем, что там у вас выросло. Он ломает любые деревья, он вытаптывает все. Вырывает все с корнем. Вот примерно такое дается сравнение ващнава аппаратхи. То есть это нама аппаратхи. Что вследствие этого преданный очень быстро теряет вкус к святому имени Мина. И так Кришна отстраняет такого человека от практики. Понять, что общество ващнава – это дар свыше, обычно можно с большим опытом и с годами, как говорится. Это обычно очень хорошо понимают старые преданные. Они ценят абсолютно любого человека, который приходит в наше движение, как правопада. Он оценил вот этих, знаете, хиппи. Хиппи, которые жили вообще нечистой жизнью. Казалось бы, какая им духовная практика. Были самые дурные привычки вообще. Их считали отбросами общества. Кто-то говорит, что это просто подонки, кто-то говорит, что это просто свиньи. Вообще это доказание для страны было. Наркоманы, проститутки и все остальное. Все, что хотите. И прупада их принял в сердце, поскольку увидел, что они заинтересованы в Кришне, что в сердце они чистые. У них есть тонкая добродетель. Они же не казались нечистыми. Но как только они стали практиковать, прупада увидел, как они расцвели, их лица стали красивыми, они стали улыбаться, они стали привлекательными. Они стали понимать философию, они стали служить. Почему? Только потому, что прупада оценил их. Это вот опыт, это уже возвышенная личность может так видеть. Мы учимся, мы, может быть, сразу так не видим. Мы еще ссоримся, еще указываем друг другу на недостатки, что, в общем-то, по-братски нормально, можно указывать на недостатки, что помочь друг другу. Но аппаратха означает, что мы это делаем с ненавистью, с завистью, с неприязнью. Это уже аппаратха. Поэтому если мы по-дружески выясняем отношения, хотим улучшить качество друг друга, делаем какие-то замечания, иштагошки устраиваем, не обвиняя, не отвергая, это конструктивное, как бы, ващнавское общение тоже имеет место быть. Но не так часто. Не нужно это делать каждый день. Каждый день просто занимаем друг друга преданным служением и наблюдаем, как хорошо преданный служит Кришне. И иногда собираются иштагошки, чтобы обсудить какие-то недостатки, чтобы их устранить, чтобы чему-то научиться большему. Все это в дружественной атмосфере делается. Если мы достигаем дружеских отношений с преданными, это уже платформа матхяматикари, вы уже одной ногой в духовном мире. Вот просто если избегаем этой аппаратхи, вы уже одна нога в духовном мире. То есть, казалось бы, не так трудно, так легко уже одну ногу раз в духовный мир, просто избегая оскорблений. Кто-то может сказать, хорошо, я понял. Я просто буду молчать, молча все, и терпеть все недостатки ващнавов. И все, что я хочу сказать на языке, я просто в уме буду проговаривать, но язык буду контролировать. Так и буду избегать аппарат. Возможно, это лучше, чем проговаривать их. Я думаю, лучше. И тем не менее, это тоже будет препятствием. На самом деле, нужно иметь дружественное расположение в сердце. Нужно видеть параматму. Ну, хотя бы теоретически. У каждого есть недостатки, но в сердце каждого живет сверхдуша. И мы кланимся ващнавам. Если мы не кланимся младшим ващнавам, так вот, мы кланимся их сверхдуше. Мы можем кланяться мысленно. То есть, обязательно каждый из нас, практикующих, должен выражать почтение ващнавам каждый день. Ванча, калпа, тарубьяча, крипасинду, бьяча. Па титанам, пабанепьё, ващна, пьё, намо, намага. Повторяйте эту мантру с чувством. Для всех преданных, которых вы знаете и не знаете. Это обязательно правило, которое входит в саддана бхакти. Пропада так отвечала на этот вопрос, когда преданный говорил, что у меня в уме много критики преданных, преданных, а у всех много критики в уме. Каждый день кланяйся и пронеси ту мантру. Каждый день. И с течением времени ты осознаешь сверхдушу в сердце. Вот этих людей именно, с которыми у тебя сложности, которых ты видишь как нечто материальное, просто обычное, привычное. И постепенно раскроется тайна наших отношений. Мы вместе только потому, что нас связывает сверхдуша. Вот её нужно и постичь. Её нужно, прежде всего, почитать и уважать. А она в сердце каждого живого существа. И обычно не начинается наше воспевание с намоаппарат, и потому что мы никого не оскорбляем, когда приходим в общество преданных, потому что не знаем никого. Мы просто видим, что они служат. Не знающие характеров, они воспевают, они готовят просад, они раздают, они объясняют философию, они готовы отвечать на вопросы, они слуги. И попадя в эту атмосферу служения, нам очень хорошо становится, как дома. Очень комфортно. Потому что мы не совершаем аппаратхи, а видим главную вещь. Это в начале. Поэтому в начале наше воспевание даже может считаться нам абхаз. То есть могущественно. На самом деле чувствуем вкус святого имени. Но позже, когда мы знакомимся с материальной стороной, да, у нас может вот это проявляется уже сторона намоаппаратхи. Пока есть неконтролируемое ложное эго, в преданном всегда будут проявляться эти наклонности к оскорблениям, говорится, вплоть до уровня премы. То есть далеко еще, еще далеко, до чистого воспевания. Вплоть до уровня премы. Поэтому нам необходимо научиться контролировать, быть с вами, контролировать чувства. Мы еще не на спонтанном, преданном служении, нам необходим самоконтроль, дисциплина, садана. И садана заключается не только в раннем подъеме, или вовремя все делать, или прочитать 16 кругов. Садана заключается в избежании именно 10 оскорблений. Это отметьте, пожалуйста. Это настоящее садана. Можно повторять вовремя 16 кругов в 3 миллиона жизней. 10 миллионов жизней, говорится, так не достичь успеха. Потому что самое главное, это наше внутреннее садана нашего настроения. Избегать 10 оскорблений. Они есть, эти склонности. Но мы избегаем, мы их пытаемся найти. Это называется воспевание с размышлением. Собственная область нам-абхаз уже. Уже это не оскорбительное воспевание. Уже мы избегаем, пытаемся избегать, внимательно повторять светое имя. И с размышлением, как я это делаю, с неким таким самоанализом. Эту область нам-абхаз начинается. Нам-аппарат, когда человек это делает без усилий, со всеми дурными привычками и качествами. И что значит без усилий? Это так же, как человек больной и кажется смиренной. Как только выздорел, он начнет пакости всякие делать. Вот так же здесь, как только он повторяет мантру, ему немножко лучше, начинает всякие пакости делать. Потом снова ему трудно, в результате этих пакостей он снова смиренный. Вот таким образом. Этот человек бездумно повторяет мантру просто. Не совершает усилий, то есть не практикует на самом деле. Но больше его повторение похоже на повторение попугая. Умеете так делать? Нет? Можно научиться, конечно. И показывает всем, как у меня быстро получается. То есть иногда мы делаем это на показ, но иногда мы, но если мы делаем 16 кругов или больше иногда, мы погружаемся, мы уже забываем про это показное. то есть начинается что-то настоящее, потому что если мы два часа повторяем мантру непрерывно, ум постепенно услышит вибрацию. В какой-то момент он погрузится туда, ощутит эту вибрацию. И это характерно тем, что человек почувствует экстатические эмоции. Да, на самом деле дрожь по телу может пробежать, и волосы могут подняться дыбом, если они есть. И такой симптом человек может уже ощутить даже в начале, просто если он внимательно старается воспевать все свои круги. Но пока есть сложное эго, он тут же подумает, что он, видимо, очень хорошо продвинулся. Это отразится на его отношении к преданным, которые, по его мнению, не так уж продвинулись, у них не было такого экстаза. Я думаю, что нужно отрастить переданным всем волосы, чтобы понять, кто в экстазе, кто не в экстазе. Так, потому что трудно очень понять короткие волосы у мужчины, непонятно, да. Так будет хоть критерий какой-то. Другие оскорбления тоже могут проявиться по мере нашего продвижения духовного. Интересный момент. Они могут прорасти. Пищу им дают некоторые знания. Например, мы можем увлечься поклонением полубогам. Начинающим преддам это кажется не опасным аппаратха, потому что он не знает ничего о полубогах. Более того, предные многие критикуют полубогов. Особенно Индру. Как только его не критикуют. Вы знаете, что целый раздел львед, которые прославляют его подвиги. Он великий. Он великий, воин среди полубогов. Это царь полубогов. Поэтому, говорится, нужно выражать почтение полубогам. Иначе вы совершите аппаратху. Но не поклоняться им как Кришне. Поклоняться нужно Кришне. Так же, как в Вишнаме выражаем почтение, но поклоняемся вместе Кришне. Полубогов необходимо уважать. Даже, когда вы читаете Алила Господа Кришны, где участвует Индра, где он в не лучшем свете, как всегда, должны с почтением к нему относиться. Это царь полубогов. Но у него есть своя природа царя полубогов. Он действует согласно этой природе. Он также великий преданный. Но есть такие полубоги, которые очень могущественные, такие, как Господь Шива и Брама, или Чандра, или Цурья, или Дурга. Очень многие, многие, многие поклоняются Дурге в Индии. Кто знает о ней из Пуран, ее силу, могущество, как она может защищать, как она может благословлять, особенно Господь Шива. Он настолько милостивый, он может так легко дать благословение. И можно удачно выйти замуж, можно разбогатеть. Один из самых богатых городов в мире это Пхуванешвар. Отгадайте, почему? Там самый великий храм Господа Шивы. Там несметно богатые люди живут. Несметно богатые люди. Они поклоняются Господу Шиве. Поэтому говорится, когда мы воспьем имя Кришны, будьте внимательны, что вот этот материальный аспект поклонения, потому что все преданные Господа Шивы очень богаты. Все демоны процветают, когда поклоняются Господу Шиве. Поэтому Махараджи спрашивает, почему преданные Господа Шивы так богаты, хотя сам Господь Шива, он аскет. Он не живет в богатых дворцах, не купается в золоте, он просто себя украшает гирляндой черепов и пеплом смес кремации и находится в йогической медитации в самадхе, не заинтересован абсолютно в материальных богатствах, но его последователи очень богаты. Господь Вишну наоборот он купается в роскоши сотни тысяч богинь процветания служит ему. Кто может измерить насколько богат Господь Вишну? Все принадлежит ему. Все и вся. Но посмотрите на его преданных в Хараганде или в Атарау или в Павлодаре особенно. Посмотрите только на них. Даже в Алма-Ате в столице бывшей. Посмотрите вы не увидите что они очень богаты. Поэтому Ахараджи Павлодар спрашивает почему? За что наказаны предные Казахстана? За то что не поклоняются Господу Души и правильно? Не думайте что теперь нужно поклоняться Господу Души и нужно просто выражать ему почтение как великому Вашнаву нужно конечно прославлять его. Но он поклоняется и он более удовлетворен когда предные поклоняются Кришне. А Кришна знает истинное благо. Для своих преданных желает он высшего блага. Он не хочет чтобы они запутались в материальных богатствах в славе которые интересуют материалистов. Он не хочет чтобы у них пробуждались материальные желания сверх меры чтобы прорастали новые анартхи и новые аппаратхи. Кришна защищает нашу душу. Поэтому он знает что преданным для них хорошо а что для них плохо. И пока преданный не достигает определенного уровня Кришна может не посылать ему богатство или семью допустим хорошую как того желает преданным. Он хочет чтобы преданным привязался к нему прежде всего а не к богатству. Но такие великие преданные как Махараджи Парикшит или Махараджи Ютыштира или другие великие цари они конечно были богаты в сознании Кришны потому что это не сбивало с толку. Когда преданный практикует начинает практиковать сознание Кришны он очень хочет получить посвящение духовного учителя. Он искренне понимает что его духовный рост его успех его экстаз зависит от этих отношений что необходим посвящение потому что в шастрах написано что это начинается с посвящения до посвящения это лишь подготовка но начало духовной жизни именно с посвящения и преданный он стремится к посвящению но третье оскорбление гласит что предный может не подчиняться духовному учителю его наставлениям или считать его обычным человеком как это может произойти разве мы не видим вначале что это необычный человек и он говорит истину которую нужно принять да 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 когда человек поднимается на ноги например тот же ребенок ребенок маленький который не умеет ходить он говорит мама мама иди сюда я без тебя ничего не могу я без вашей милости ничего не могу нет ни рук ни ног а мне нужна духовная пища хочу есть хочу есть дайте мне дайте мне прямо прямо дайте мне ну а потом же ребенок встанет на ноги и он побежит куда захочет вот 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 это свобода выбора когда появляется в большей степени тогда может появиться эта склонность действовать независимо от наставления духовного учителя но хотя бы чуть-чуть хотя бы немного преданные которые посвящены практикуют они не действуют полностью независимо нет нет они в здравом рассудке они не отвергают духовного учителя прупада говорит у меня есть ученики некоторые послушные некоторые непослушные но все равно они под моим под моей заботой все остаются они не отвергают меня и тем не менее нужно быть внимательным к наставлениям духовного учителя что здесь имеется ввиду не это солдатское поведение услышал встал и пошел побежал делать в сердце не путайте эти командирские отношения гуру не такой командир нет это не администратор не приказчик который нужно бегом выполнять все команды это тоже может быть и хорошо что ученик старается физически также организовать свое служение гуру и быстро выполнять его скажем просьбы какие-то принеси стакан воды дай мне эту книгу или здесь бы я хотел сделать то-то 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 вот такие как бы вещи внешние и тоже ученики помогают в этом безусловно но но суть в другом главная суть в другом что главное наставление мы не можем выполнить на самом деле гуру хочет чисто воспевания это невозможно сейчас выполнить гуру хочет чтобы мы приняли миссию всем сердцем участвовали в миссии полностью принялись миссии но мы не можем сразу это выполнить как же быть здесь да принять в сердце это принять в сердце вот что регулирующие принципы тоже не всегда преданные могут строго соблюдать некоторые мы видим это что же тут делать принять в сердце продолжать учиться не отступать потому что гуру сказал я это услышал я это принял я не все могу делать то что он говорит но я принял это вот это относится к третьему оскорблению если мы сердцем принимаем мы избегаем оскорбления и постепенно постепенно избегая этого оскорбления мы видим что все эти наши анархи наши склонности быть независимым полностью то есть действовать по собственной прихоти на основании ложного она будет уменьшаться потому что мы избегаем этой аппарат таким образом наша сила духовная будет увеличиваться и когда преданный практикует он также должен практиковать изучение шастр но почему многие преданные теряют интерес к чтению к изучению шастр мы скажем несколько вещей почему одна из причин то что они не понимают глубоко священное писание не могут насладиться этим вкусом шастр какие-то трудные вещи для понимания философские пишутся например был большой интерес к пятой песне Шримад Багава когда она вышла почему там описывается устройство вселенной все бросились посмотреть как же устроена вселенная потом волна отхлынула потому что никто ничего не понял и пятую песню практически не читают преданные но вот что она непонятна там тоже есть глава глава в Багаватам где описываются династии страница за страницей этот породил того этот породил того этот породил того другой третьего и так далее имена все ну какой смысл это не читают преданные а зря это тоже шастра если мы просто выбираем что читать что не читать что важно что не важно мы выберем пол курицы пол курицы не приносит яиц не несется хотя выгодную часть конечно мы выбираем только заднюю но если это пол курицы и передней части нет она не получает зерно нет организма то не будет яиц но если мы выбираем какую-то ценную часть курицы нужно принять всю курицу поэтому нет каких-то неважных глав например первую главу Багавадгиты преданные практически не читают сразу читают вторую главу Багавадгиты и многих интересует именно вот десятая песня сразу же сразу к совершенству это относится к четвертому оскорблению означает что мы к шастрам относимся неправильно Багавадгиту нужно принимать целиком Сирима Багавадгита целиком все священные писания целиком и не только это и есть еще и другие писания раздел вед и другие священные писания с других традиций их тоже нужно принимать как нечто единое научиться этому все священные писания очень важны для человечества у нас у нас нет других знания эти книги священные их почитают должны почитать все люди и не говорить в моих писаниях написано больше ваших меньше или мои писания лучше ваши хуже потому что неприменимо а ваши неприменимо и прочее прочее рассуждение на этот счет и относится к четвертому оскорблению не всем наставлениям мы можем следовать но мы можем все настроения принимать вот это важный момент научиться принимать послание свыше даже когда мне это не нравится даже когда мне это невыгодно кажется или этого не понимаю но свыше я должен сложить ладони и принять таким образом наше воспевание святого имени станет сильнее знаете почему если мы принимаем священные писания как они есть полностью по милости святого имени раскроется все и ваше нам именно принять нужно сначала подобно тому как нам нужно просто принять лекарство а лекарство само исцелит нас не нужно сначала понять лекарство если вы даже поймете лекарство но не примете его оно не возобеет действия но если вы даже не знаете о лекарстве ничего но принимаете лекарство оно будет действовать вот таким образом к шахтрам нужно так относиться потому что если мы принимаем святое имя оно как процессор оно включает этот механизм осознания осознания кришны ведь век кали другого пути нет осознать абсолютно как воспевание святых имен нам нужно только принимать хорошие вещи не быть спорщиками этого понимают этого не понимают кто ты такой вообще ничего не понимаешь даже когда ты говоришь что что-то понимаешь все равно ничего не понимаешь потому что ты что-то отвергаешь что-то принимаешь есть понимание понимание когда ты можешь принять все и знать что для чего что для чего в духовном мире нет отвержения говорится нужно принять кришну если принимаем кришну мы и весь мир принимаем как кришну это уже уровень знания на этом пути что принять кришну конечно что это нужно отвергнуть но это что-то находится внутри моего сердца это ложное это чувство собственности больше ничего деньги сами по себе не опасны или богатство опасно чувство собственности которая проявляется когда появляются деньги в этом мире нет никаких опасностей кроме меня самого вот эти аппарат и есть главная опасность и так же когда предный практикует он может интерпретировать то есть сам объяснять значение святых имен их качеств их влияние могущество что вот их природы обычно все эти объяснения касаются сравнения с самим собой со своим опытом воспевания например человек начинает воспевать святое имя он очищается сначала снаружи например кто-то может увидеть розовый свет время киртана все что угодно можно увидеть какое-то видение он будет объяснять именно таким образом кто-то может осознать браман глубже время киртана может объяснять это так кто-то занимаясь йогой почувствует открытие какой-то чакры будет это описывать позиции чакр кто-то почувствует себя каким-то экстрасенсом будет описывать это с этой точки зрения и так далее так далее так далее так далее это всевозможные интерпретации это оскорбление одно из оскорблений святого имени никакого отношения это не имеет ни к нашим чакрам ни к другим видениям которые мы испытываем нет святое имя это сам кришна это не что-то иное мы выдаем какой-то побочный продукт за смысл повторение святого имени иногда что привлечь человека к воспеванию святого имени мы можем так сказать повторяй харе-кришна и ум тебя успокоиться но это побочный продукт воспевания потому что мы о славицу твоими не говорим неверующим и не говорим что это сам кришна мы совершим тогда девятое оскорбление когда мы говорим что принимай это как средство от беспокойства это тоже можно предложить но предный посвященный уже посвященный предный не должен так понимать святое имя только для того чтобы успокоить спокойно спать и спокойно есть и спокойно жить со своей семьей зарабатывать спокойно деньги нет он должен осознавать это сам кришна некоторые предные думают что ну знаете святое имя вот как только не спросишь какой-то проблеме с предным поговорить то не о чем они сразу говорят повторяй харе-кришна и будь счастлив все нет другого способа харе-нама 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 и вакивалам и они к этому относятся несколько пренебрежительно к таким советам считая что они преувеличивают славу святого имени я повторяю долгие годы кто-то скажет но у меня куча проблем значит могущество святого имени которое вы объясняли нечто надуманное преувеличено я вас не осуждаю потому что просто переувеличили может быть из собственной любви может быть вы были вдохновлены поэтически мы использовали какие-то поэтические приемы как литературный как гипербола преувеличение используется в литературе художественной но по факту разве это так что просто один раз произнес святое имя и все грехи очистился полностью это также оскорбление так таким образом считать бхагавадгите говорится нет такого количества грехов которые не очистит духовная жизнь будь ты самый грешный всех грешников кришна говорит если ты поднимешься на корабль трансцендентного знания ты пересечешь целый океан невежества легко любой грешник любой грешник насчет воспеватель имеет кришны giant говорит ты получишь трансцендентное знание будет йогам там ты получишь сразу получит трансцендентное знание ты получишь корабль ты получишь все оснащения капитана получишь попутный ветер будет у тебя не думайте что это преувеличение в гить это подтверждается оптом великих отчаялевы подтверждается что если чистого произнести 1 раз Святое Имя, препятствий больше не будет. Мы должны полагаться тогда не на свой опыт, а на опыт великих ачарьев, которые утверждают эту истину без всяких преувеличений. Потому что преувеличить могущество Святое Имя невозможно. Оно безграничное. Но отвечает Кришна в соответствии с тем, как человек предается Ему. Насколько предается, настолько вознаграждается. Значит, если мы предаемся больше, получаем больше. Выгодная сделка, видите? Мы живем в Казахстане, мы понимаем, что выгодно, что невыгодно. Поэтому взвесим здесь на весах и попытаемся предаться. Хотя попробовать посмотреть, как Кришна отреагирует на наше предание. Вчера мы читали о том, как Кришна танцевал на змей калии, как он покорил его. Но прежде чем танцевать на его клобуках, он вступил с ним в схватку. А жители Вриндавана, они выбежали на берег в виде дурны знамения. Они стали искать Кришну, увидели, что он в ядовитом озере, весь обвитый клобуками калии, в тисках находится, потерявший сознание. Брижабаси думали, он умрет, он уже умер. Он укушен в грудь змеи калии и находится в его тесных смертельных объятиях. И он без сознания. Но Ачарии объясняют, смотрите, вот сейчас, что вы подумаете, привлечение-то или не привлечение? Но Ачарии объясняют, что Кришна воспринял укус калии, как поцелуй, а его объятие, как любовь. И сознание потеряло от экстазы. И находился в объятиях калии, в экстазе любви. Вот это Кришна, видите? Вот какой Кришна. И его имя мы повторяем, а имя это сам Кришна. Если даже мы просто пытаемся это воспевать с любовью, если мы просто хотим и не получается, мы уже освобождаемся. Кришна отвечает, если он даже змею калии так ответил, то как же он ответит искреннему Вачнаву, который пытается стать Вачнавом, преданным, чистым преданным? Несомненно, он ответит так, что преданный постепенно станет таким, именно таким, как он хочет, и даже более того, потому что Кришна, он благословляет с очень высокого уровня. Мы даже не знаем, какие благословения переносит Святое Имя, это невозможно описать. В конечном итоге, какой плод получает преданный, не берутся писать никакие ачарии, никакие экспансии. Даже Лакшми не может описать это, потому что Кришна дает самого себя. Нет таких описаний. Значит, все дело в том, чтобы настроиться на внимательное воспевание, избегая критики Вачнав, избегая поклоняться полубогам вместо Кришны или кому-то еще. Пытаясь следовать наставлениям духовного учителя внимательно, принимать в сердце наставления, изучая шастры внимательно, не выдумывать ничего при этом своего, никаких, не давать объяснений субъективных, тогда мы сможем понять, каково же величие Святого Имени. И избежим этой аппаратхи, что нам будет казаться, что это все преувеличено нереально. предный, который знает, что Святое Имя очень могущественно в своей чистоте, он подвергается опасности. Опасность в том, что он может думать, что Святое Имя на самом деле могущественно, а оно очищает от любых грехов. Поэтому ничего страшного, если я иногда буду грешить. Ведь я тут же очищусь. Святое Имя очень любое количество грехов, я знаю об этом. Иногда люди, глубоко верующие, попадают в эту ловушку, глубоко верующие, они говорят, о, Бог есть, Он простит меня. Я могу совершать грехи, ничего страшного, Бог есть. Бог все прощающий. Это седьмое оскорбление Святого Имени. Парупа говорит, это очень отвратительная аппаратка. И очень распространенная в наше время. Поэтому, когда предный получает опыт, могущество Святого Имени, он может иногда расслабляться на основании этой аппаратки. Терять бдительность. Есть стражи, они охраняют какие-то важные объекты. Но вы знаете, что они иногда засыпают? А почему они теряют бдительность? Ведь их накажут, если они проспали свою службу, и случилось несчастье, им иногда в военное время грозит расстрел. И тем не менее, они могут засыпать, терять бдительность. Это вот седьмая аппаратка. Ну что ему кажется, что такое? Я на месте, никого нет, оружие у меня при себе. Я полностью готов. Он убеждает, что все нормально, и засыпает. Почему водители на ровной дороге попадают в аварию, засыпают? Ровная дорога, смотрите. Комфорт, они туда все нормально, дорога ровная. Нечего бояться, и засыпают. Также преданно, о, Святое Имя, я знаю его могущество, чего бояться? И засыпают. Начинают совершать грехи. Это аппарат относится к намеренному оскорблению. Вот в таком менталитет, образ мысли. Ну, в принципе, уже есть у всех людей в наше время. Но он не относится к ненамеренным грехам. Случайным, так сказать. Случайные грехи есть. Как, например, один из спутников Господа Читания сопровождал его через лес. Он преданно Господа Читания. У него избили с толку лесные жители, цыгане. Они захватили его, напоили чем-то. Там было много женщин, и все. У него с ним не счастье случилось. Не намеренно. Он не собирался туда идти. Но так сложилась его судьба. И Господь Читания лично взял его, вернулся туда, взял его за шиху и вытащил оттуда. Уже пьяного, и, так сказать, в таком состоянии. Он вырвал из рук этих греховных людей. Но больше с ним не встречался. Больше никогда не хотел его видеть. Но он спас его оттуда. Вот вам пример того, почему мы не видим Господа Читания. Хотя он нас вырвал из этой греховной жизни. Тоже. Посредством других преданных. Но личного общения он может не давать еще. Потому что мы еще намеренно или ненамеренно совершаем грехи. Если намеренно, то это аппарат. Если ненамеренно, то можем продолжать. Можем продолжать практиковать. Но Господь Читания мы еще дальше не сможем получить. Пока освободимся полностью от этой склонности грешить. Джага и Матхая, говорили, были лучше, чем мы. Мы оказались хуже, потому что они, когда освободились от всех этих анард, когда Господь Читания пролил на них милость, они больше никогда не помышляли о греховной жизни. Но в современном мире человек может получить милость, но все еще помышлять о греховной жизни. Поэтому мы еще в более трудном положении можем оказаться. И также, когда есть опыту преданного, много милости, он может подумать, что воспевать Святое Имя благоприятно для материального развития. Будет Варнашима Дхарма, у нас будет много земли и коров, мы будем все любить друг друга, будем жить в раю, будет много материального счастья, богатства будет, хорошо будет жить здесь, на земле. Давайте воспевать Святое Имя. Да, это другой побочный продукт воспевания. Да, Золотой Век может проявиться, факт. Но если мы принимаем этот образ мыслей, мы никогда не сможем врести прему. Это факт, что мы будем создавать Варнашима Дхарму и прочее. Но это наше служение, миссии. Истинный смысл Варнашима Дхармы заключается в том, чтобы проявились чистые преданные, которые обретут именно любовь к Богу. В этом истинный смысл нашего служения. И святым мы воспеваем именно для этой цели. Прабхава сказал, что если за все наше время в нашем движении появится один чистый преданный, который обрел прему, чистую любовь к Кришне, наше движение можно считать успешным. А ну, Городкика, там что у вас, связи нет? Звука нет? Или все хорошо? Дай мне знак. Слышишь меня? Нет, они не слышат. Караганда почему-то отключилась. Ну, мы хорошо, не слышно. Слышно? Я просто вопросу пишу, чтобы потом не задавать. Что говорите? Еще раз вопросу запишу, чтобы потом не задавать. Вопросы записывай? А, понятно, понятно. Хорошо, хорошо. Но это восьмое оскорбление. Когда мы пытаемся извлечь материальную какую-то выгоду из воспевания, например, в обществе преданных это может проявиться. Когда мы в обществе материалистов, это анардха не так видна. А в обществе преданных тоже, может быть, мы воспеваем и соревнуемся, кто лучше, кто святее. За славу, за положение. Это тоже относится к этому. Извлечь какую-то материальную пользу. Репутацию свою и так далее. Материальную. Проповедовать неверующим. Не нужно думать, что мы так могучны, чтобы сразу говорить о Радхе и Кришне, всем людям. Впадать в транс перед ними. Кататься по полу в экстазе. И говорить, воспевайте святовыми, будете счастливы. Нет, нужно быть внимательным. Раскрывается глубина духовная только для тех людей, которые искренне желают обрести духовного учителя и святое имя, стать слугами. То есть, сначала даются регулирующие принципы. Сначала обучаются регулирующим принципам. И когда человек принимает регулирующие принципы как практику, мы можем понять, что он искренне настроен. Тогда можно раскрывать больше смысл священных писаний, смысл святого имени. Постепенно. Сейчас святое имя распространяется людям как средство избавления от многих страданий и проблем, от которых они сильно на самом деле беспокоятся и страдают. Как средство. Но позже, когда люди принимают практику и воспевают, они, конечно же, получают глубинный смысл, открываются перед ними. По милости ващнау, они привязываются к Кришне. Как Друва Махарач, так же. Он пришел к Богу для того, чтобы просить материальный благ, но когда он получил дарш, он отказался от всех материальных благ. Он не хотел больше ничего. Подобно этому, люди могут приходить вначале, чтобы как к средству спасения к святому имени, к ващнавам, но позже они привязываются к Кришне. И десятое оскорбление, оно такое скрытое, такой мотив, знаете, к нему нужно еще подобраться. Это такая надежная вещь, наша личная, о которой мы никому не говорим. Это наш черный ящик. Все, что угодно может произойти. Мы можем даже тело сменить, черный ящик останется. Это наше желание господствовать и наслаждаться. Сколько бы мы не перевоплощались, этот черный ящик остается нетронутым. Можем забыть все. Но мы всегда будем помнить, что я наслаждающийся и господствующий. Это как бы глубинная суть, как бы обусловленности. Это главный враг, говорится, с чем мы работаем. Что мой гуру Макарадж должен разрушить у меня эти две вещи. Мое положение наслаждающегося и господствующего. Тогда я освобожусь. Навсегда. И отсюда исходит десятая аппаратха. Сохранять материальные привязанности сознательно, в глубине сердца, в своем черном ящике, куда никто не заглянет. Только я. Только я хозяин этого ящика. Туда даже я гуру не пускаю. И Кришну не пускаю. Туда не проникает смысл священных писаний. Это надежно священо моим, моей личной позицией, моим личным желанием. Я сам решаю, что хорошо, что плохо в конечном итоге. Поэтому, когда предаваться, когда не предаваться, это мое дело. Я сохраняю эти анархи, потому что они мне нужны для материальной жизни. Эти привязанности. И даже выслушав множество настворений на этот счет, и даже получив опыт, если человек продолжает сохранять эти материальные привязанности, то, говорится, нет средства освободить его. Ведь лошадь можно взять и привезти к воде, но пить вы ее не заставите. Можно легко, очень легко разбудить спящего человека, но если кто-то притворяется спящим, невозможно разбудить его. Это десятое, корень всех аппаратов. Десятое оскорбление. Что же делать? Похоже, у нас сложность в духовной жизни. Как же нам быть? Как же избежать этих десяти аппаратов? Не думайте, что это возможно для нас. Бакюнат Акур говорит другое лекарство. Не так. Собственными силами невозможно. По милости святого имени это возможно. Поспевайте внимательно. Старайтесь поспевать внимательно. По милости святого имени можно избежать всех десяти аппаратов. Не пытайтесь их, запомните время воспевания, прокручивайте эту информацию. Ничего не получится. Просто внимательно повторяйте Хареи Кришна, Хареи Кришна, 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 Хареи Рама, Хареи Рама, 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 Хареи Хареи. Иногда устраивайте джапа-ретриты. Чтобы вместе сесть и повторить много кругов, 16, 32, 48, 64, 128, 300 тысяч. Байстан Сарасвати повторил миллиард имен. Ну, вот иногда можно такие ретриты делать, чтобы погрузиться в джапу именно, в вибрацию с того времени. Это очень-очень большой стимул тоже, хорошее в присутствии преданных это делать. Хорошо для отношений наших, для сотрудничества, для опыта погружения в вибрацию святого имени. Как недавно в Алма-Ате прошел такой ретрит, очень хорошо, преданные себя чувствовали, прекрасно, говорили потом. Вот, можно практиковать это серьезно. В одиночестве это будет труднее делать. Байстан Сарасвати говорил, что ум, он такой мошенник. Он притворяется вайшнавом в уединении, повторяя святое имя. Но на самом деле в уме у него крутится желание чувственных наслаждений. Он говорит, притворщик ум. Поэтому хорошо, когда мы это делаем, присутствие вайшнавов в духе служения, также мы организуем это служение, мы также распространяем эти знания, мы служим. В духе служения это значит, мы правильно воспеваем святое имя. Если есть дух служения, значит человек здоров, духовно здоров. Если он становится индивидуалистом, критиканом, знайте, он еще болен. Если он вообще не хочет с преданами общаться, хочет сам уже там продвигаться по-своему, знайте, что он ранен. Если он ненавидит предан, знайте, что он убит. Потому что есть разные категории. Он мертв духовно. Вот такие страшные вещи меня просили сегодня рассказать. Что жить не захочется потом, даже в Казахстане, хотя тут хорошо жить, много солнца. Но после этого семинара не все захотят жить, я думаю, даже в Казахстане. Но есть, может, вопросы, вдохновите меня своими вопросами. Я тоже расстроился сильно. Кто включается первый на вопросы? Никто не реагирует. У меня? А, то есть нужно читать вопросы здесь. Нужно прочитывать вопросы. Так я понимаю. Вы хорошо написали, чтобы времени не тратить. Хорошо, я понял. Там вот в первую самовмечали по Владару вопросы. Ну давай, озвучим мне вопросы. Как относиться к так называемому старшему преданному, если у него нет качеств быть таковым? Вот видите, вот она аппаратка. Вот мы нашли ее. Первую аппаратку, сейчас мы ее убьем. Сейчас мы ее задавим, эту аппаратку. Как относиться к так называемому старшему? Видите, уже аппаратка в этом. Определение аппаратка уже есть. Если он не обладает качествами, да? Если у него нет качеств быть таковым. Если нет качеств у него. Видите, ниргуна. Откуда вы знаете, какие у него качества? По характеру? По вашим отношениям? Можете серьезную ошибку совершить. Уже само по себе определение оскорбительное. Даже не хочу отвечать на такой вопрос. В этом случае Пруппада говорил, если кого-то беспокоит кто-то, он говорил, почему тебя кто-то беспокоит? Сам показывай пример. Сам практикуй. Сам создай такую атмосферу бхакти. У тебя есть все наставления. У тебя есть с кем общаться. У тебя есть духовный учитель. У тебя есть практика, святое имя. Ты можешь готовить просад. Ты можешь служить. Почему ты кого-то критикуешь и оцениваешь? Сейчас таких определений полным-полно в Исконе. Ну и какое благо мы получим? Скажите, как наше движение будет дальше развиваться? Ведь суть не в том, чтобы оценить старших, а в том, чтобы следовать наставлениям. Я знаю, старший, может быть, и не очень продвинут, если он просто дольше практикует. Да, так бывает. Меня это не беспокоит? Почему вас это беспокоит? Почему вы думаете, что это по выслуге лет именно? Что он уже 20 лет созданный Кришна, до сих пор не преданный? Что тут непорядок какой-то? И вы тут становитесь полицейским, порядок устанавливаете. Это индивидуально. Человек может продвигаться медленно. Медленнее, чем вы, допустим. А вы его критикуете. Может, он ездит на велосипеде по своей дороге, а вы на Мерседес сели сейчас. Это определение, по сути, уже оскорбительно. Если вас беспокоит его качество, ну будьте нейтральны, ну не общайтесь близко. Но почему объявляете себя вот таким вот ценителем, судьей? Это уже аппаратка. Настройтесь по-хорошему, дружественно ко всем. У каждого есть хорошая сторона, найдите ее. Я не верю, что какой-то старый преданный настолько негодяй, что вы можете вот так о нем говорить. Мы все негодяи, но у нас есть и хорошая сторона. И мы собрались, чтобы общаться с хорошей стороной, со стороны служения. Я почему так отвечаю на вопрос? Я понимаю, что я могу сейчас задеть того, кто спросил, но формулировка вопроса нехорошая. Я думаю, что есть так же конструктивное зерно в вашем вопросе, но формулировка плохая, оскорбительная. Поэтому так отвечаю. Я знаю, что старший преданный может виноват быть в каких-то проблемах в ядре. Я понимаю это. Но вот эта формулировка мне не нравится. Она агрессивная. Очень плохая формулировка вопросов. Поэтому я скажу так. Похоже, виноват и тот старший, и вот этот, который спрашивает. И тот, и другой, в плохом состоянии. Следующий вопрос. Что значит правильное отречение для преданного? Что значит правильное отречение для преданного? Ну, это хороший вопрос. И там. Во взаимоотношениях в семье и воспитании детей. А, во взаимоотношениях в семье и воспитании детей? Отречение от детей и от семьи имеется в виду? Что такое отречение от детей и от семьи? А, Таймангл, неправильно читаете вопросы? Это правильно. Это Мангл слышал аппаратку только что. Прочитал неправильный вопрос. Там вопрос, и потом больше вопроса нету знака. Я прочитал все в отдельном блоке. Они отдельно сообщением идут. Что значит правильное отречение для преданного? Это вопрос. Отдельный вопрос. А дальше взаимоотношения в семье и воспитание детей – это что? Следующий вопрос. А там нет вопроса знака. У нас сегодня одни аппаратки, смотрите. У нас сегодня дома аппаратка, мы не можем, видите. Даже вопросы не можем задать. Но что такое правильное отречение? В нашем сегодняшнем контексте это означает привязанность к Святому имени. Если видите, что преданный всегда с четками, он повторяет, ему нравится это, значит, знаете, вот перед вами человек, который вот в отречении, в таком настроении. Вкус Святого имени. Вот так просто. Это значит отречение. Не то, что он выкинул из квартиры телевизора, он отреченный. Или бросил свою семью, значит, отреченный. Или бросил институт. Ну, в таком духе все. Это значит отреченный герой. Нет, это мертвый герой называется. Отречение – это привязанность к Кришне. Так, что у нас там с семьей? Взаимоотношения в семье и воспитание детей. Сказать что-то о взаимоотношении в семье и воспитании детей? Не знаю, просто написано взаимоотношения. В семье, наверное, да, воспитание. Ну да, дайте счастья своим близким. Вы же счастливы? Или нет? Или вы несчастливы? Если вы несчастливы, то как же вы будете воспитывать детей? Они не будут тоже счастливы, как бы ни воспитали их. Вы должны сами быть в хорошей форме, чтобы воспитывать детей, жить в семье. Поддерживайте счастье, служение. Сознание Кришны – вот именно служение. Выполняйте хорошо свои обязанности. Будьте добрыми. Простые-простые правила. Надо любить своих близких. Но прежде всего нужно быть самоусчастливым. Служить Богу, чтобы вас никто не эксплуатировал, чтобы вы знали, зачем вы это делаете. Общаться с преданными, читать Священное Писание, воспевать достаточно. Я сейчас не буду психологию рассказывать о семейных отношениях. Сегодня мы говорим в контексте воспевания святого имени. Если в доме воспевают святые имена, то там живут Лакшмина Рая, на правопаду говорит. Если у вас семья, как бы, все преданные, то, я думаю, там проблем не должно быть больших. Просто вместе с детьми, все вместе, вы поете, вы в экстазе, вы создаете эту атмосферу, гостей приглашаете. Хорошо все развивается. Дети воспитываются хорошо. Они общаются, слушают. Хорошо развиваются. Если семья не полная преданных, ну, может быть, это труднее будет. Опять же, зависит, какая это семья, какие там у вас возможности, условия. Если ваши близкие люди, они добрые, добрые по отношению к вашей практике, то тоже можно практиковать, развиваться. Если не добрые, то, конечно, дома практиковать вы не сможете. Вам нужно идти к преданным, на Махату или Джапу повторять вместе. Что дома это будет трудно делать. Тогда воспитывать придется, ну, на компромиссах. Как-то идти на уступки, чтобы семью сохранить. Это по-разному, видите. Разные семьи бывают. Еще вопросы. Здесь преданные пишут, что Павлодар пропустили, а у нас не отображаются вопросы Павлодара. Начинается с Караганды. Нужно еще раз прокопировать их и сюда выложить, потому что их нету здесь. Вот теперь я вижу Павлодар. Как избавиться от лени? Это Павлодар от лени хочет избавиться? А где Павлодар? Покажите мне Павлодар, хоть дайте знак, картинку. А вот там трое ленивых, да, я вижу? Так, трое, да, вижу трое. И кто самый ленивый из троих? А вот четвертый ленивый подошел позже. Им даже лень собраться перед камерой, смотрите. Они все в разных углах сидят там, лежа. И ждут, когда камера повернется к ним. А, вот это Павлодар. Павлодар, я не думаю, что вы ленивый, вы не похожи на ленивых. Скорее у вас есть некая апатия, некое разочарование, возможно, есть в этом дело. Вы не выглядите ленивыми, у вас энергия внутри есть. Вот, но энергия внутренняя ваша вся сейчас находится в голове. Вы там думаете, 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 и весь пар выходит. И, видимо, даже что-то и говорите, что думаете. Вот меньше нужно говорить, что думаете. И нужно непосредственно служить Кришне, и все. Тогда увидите, что у вас есть энергия. Сейчас похоже на уровень ума у вас, поэтому вы чувствуете некое бездействие. Ну, вот помните скульптуру Родена? Мыслитель. Ну, известная такая скульптура. В советские времена все ее знали, как символ был, знаете, размышления. Он так вот сидит, помните, такая поза у него. Так вот, рука у него в подбородок. И такая глыба неподвижная. Это ментальная платформа изображена. Когда вы думаете о справедливости, о прошлых событиях, о будущем, чем сердце успокоится, вы сидите на кофейно-гуще гадаете, вы бездействие попадаете. Такая глыба бездействующая получается. Это ментальная платформа, ум сковывает вас. Делайте простые вещи. Распространяйте просад. Ну, просто все. Да хоть помидоры на подоконнике вырастите для Кришны. Уже будете что-то делать. Но только для Кришны обязательно. Никому не позволяйте их есть. Сначала Кришне. Вот вырастите, вот сначала семечко. Уже вы будете связаны с Кришной. Уже это не будет ментальная платформа. Уже будете что-то делать. Идите в город сделаете, не знаю, там, квартиру убираете, пир готовите, гостей приглашаете. Делайте что-то хорошее. Не надо говорить то, что вы думаете. Потому что то, что вы думаете, пока не нужно говорить. Вы делаете все хорошо, а вот думаете не все хорошо. Поэтому вы становитесь такими ленивыми, как бы нерешительными, не знающими, что же делать. Что не скажу, все плохо. Вот в чем дело. Ментальная платформа. Сойдите с нее на платформу преданного служения. Молча это можно делать. Вообще можно ничего не говорить. Читать только книги про упады и больше ничего не говорить. Кормить просады и больше ничего не говорить. Говорите ванча калапатуру бятчая и больше ничего не добавлять. Хайли Кришна в апелье и больше ни о чем не говорите. И выражаете почтение. Все просто же. И никакой лени не будет, будет счастье. Пропады гарантируют, что мы следуем этим правилам, ничего не добавляя. Будет счастье. Но мы добавляем свои спекуляции. То, что мы думаем. Слишком много думания. Ум это враг, поймите сейчас. Он сейчас не под контролем. Следующий вопрос. Как захотеть полюбить Кришну? Павлодар спрашивает, как захотеть полюбить Кришну. От лени уже избавились, теперь о любви к Кришне. Хорошо. Сознание Кришны не для ленивых. Да, это правда. Как захотеть полюбить Кришну? Вот этот пример, помните? Возможно, вы знаете, я как-то говорил об этом примере. Ребенка, который играет. Он маленький. Ну вот только-только он играет, начал бегать ногами своими. Эти дети, как правило, не понимают, что они голодные, когда они играют. Родители знают об этом. Они не сознают, что когда раздражаются, начинают плакать по каким-то маленьким пустякам, они не понимают, что это из-за голода им плохо. А родители знают об этом. Вот мать смотрит, вот он уже капризничает, а просто он есть хочет или спать хочет. Но он не сознаёт ещё эти вещи. И тогда она что? Либо берёт его на руки, укачивает, и он засыпает всё. Либо берёт ложку ему в рот, потому что если позвать, он не пойдёт. Он играть хочет. Она берёт ложку в рот, засовывает, раз вот так вот. Он вкус чувствует и начинает есть. Вот так можно заставить полюбить Кришну. Когда вы маленький ребёнок, Павлодар называется, вот ложечку взять такую, раз, прямо чуть-чуть, и вы раз-раз-раз-раз начинаете есть всё. Вот я хочу, чтобы вы общались с преднами, которые именно любят Кришну и не занимаются политикой. Не озвучивают свои мнения постоянно и, знаете, друг другу. А просто любят Кришну. Любят Киртан, любят Прасад, любят друг друга, любят жизнь. И вы тоже будете так же любить, всё, всё хорошо будет, это же просто. Стоит только попробовать, и всё просто. Как определить, что я прогрессирую, Павлодар? Опять, как определить, что я прогрессирую? Да, Павлодар у нас в тяжёлом положении. Как определить, что я прогрессирую? Ну, это могут подтвердить старшие. Например, если вы служите Кришне, и старший видит ваше служение, и вы видите, что они к вам хорошо относятся, значит, знаете, что вы прогрессируете. Что они, как бы, на вас смотрят умиротворённо. Что у них хорошее настроение, когда вы общаются с вами. Знаете, что вы прогрессируете. Это простой критерий. Если вы видите, что преданные начинают вам не доверять по какой-то причине, знайте, что что-то делать не то. А если, наоборот, любовь и доверие проявляются, знайте, что вы прогрессируете. Вот такой критерий, очень хороший. Почему так трудно любить преданных и служить им в своём городе, и так легко любить преданных и служить им в другом городе? Почему так трудно любить преданных в своём городе, которых знаешь? Тоже, Павлодар? И так легко любить преданных в другом городе. Ну, потому что вы их не знаете. Легко любить того, кого вы не знаете. Это сентиментально. Так же, как многие любят Бога, не зная Его, сентиментально, что-то себе надумывают. Да, но когда вы уже знаете друг друга очень хорошо с разных сторон, и хорошие качества, и плохие, то это труднее, я согласен. Но мы любим преданных через их служение. Я вижу много примеров того, как есть преданные с дурным характером, весьма трудным характером, тяжелым характером, но они служат Кришне. И с временем их очень любят преданные, и начинают к характерам относиться с юмором, потому что любят именно преданность, именно служение любят преданные. Не прекращайте преданного служения, пусть у вас там какие-то характеры есть свои, не знаю, материальные свои, особенности, но продолжайте преданное служение, и это всегда уважается преданным. Если очень трудно вы, скажем, чувствуете себя в какой-то среде, когда уже слишком много критики, знаете, когда уже все плохо окажется, ну крайнее такое умонастроение, уже совсем черное, оскверненное, тогда полезно выехать куда-то, скажем, в Дхаму или просто в другую ядру на праздник, где мы никого не знаем, нас никто не знает, нет этих оценок, и просто воспевать святое имя. И тоже благотворно, как лекарство. Петропавловск спрашивает, как развиваются отношения с божествами, в чем разница между сентиментальным поклонением и искренним? О, у Петропавловск, эти вопросы другие совсем. Хотя служить божествам. Ну, как развиваются отношения с божествами? Значит, две вещи очень важные для тех, кто служит божествам, пуджари, скажем, да, это вот две вещи, это чистота и пунктуальность. Следите за этим. Божества живут очень, как бы, размеренно и регулируемо в храме. Если в семье, они несколько живут так же, учитывая характер этой семьи, так же, как семейные божества. Но храмовые божества, там нужна абсолютная пунктуальность и чистота. А уже домашние божества, это экспансии храмовых божеств, они, ну, дома живут. Тут тоже дети иногда играют, помните, примеры разные есть. Дети играют с ними, бывают, или просыпаются поздно кто-то, потому что болеет, или поздно приехал. То есть домашние божества, не храмовые. Но храмы божества, это чистота и пунктуальность. Ну, так же и дома, те же правила, только они немножко применяются гибче. Что еще? Сентиментально. Тут я не могу сказать ничего плохого в этом слове, потому что сентименты, они будут, должны быть. Должна проявляться любовь какая-то к божествам, даже если она сентиментальна кажется, это все равно духовный сентимент. Говорится, что если кришне обратиться с вожделением, это тоже хорошо, вожделение очистится. Можно. Кубджа, допустим, именно так увидела кришну. Она влюбилась в него, именно вожделение почувствовала. Но она очистилась, потому что это же кришна. Поэтому божеств можете любить, как своих детей, с таким же чувством. Это так же хорошо для служения. Не вижу ничего плохого в этом слове. То, что вы какие-то чувства испытываете, или они вам снятся, или иногда вам какая-то лила там кажется, да, что корона упала в какое-то время, что-то же придумаете в это время? Успеете, пока корона падает, вы уже успеете что-то придумать. Какой-то знак увидите в этом. Я думаю, что знаки могут быть от ваших божеств. Если вы внимательны к служению, вы, конечно, можете даже слышать их, только не придумывайте ничего. Конечно, есть такие примеры, есть целые книги, где описаны истории божеств. Ну, вот так пока. Ещё один вопрос из Петропавловска. Как лучше правильно читать Шимадбхагаватам, чтобы входило в сердце? Как правильно читать Шимадбхагаватам? Просто нужно это делать лучше, лучше. Лучше правильно читать Шимадбхагаватам, чтобы входило в сердце. Самое лучшее не спать. На Бхагаватам не спать. Это самое лучшее. Ну, уметь слушать, просто слушать внимательно. И, слушая какое-то время, мы вслушиваемся в процесс. Обычно это как происходит? Сначала мы слушаем и анализируем. Поэтому, если вы не вступаете в анализ, вы не сможете слышать. Как, допустим, я попросил одного актера прочитать стих, который он первый раз в текст видел. Он хороший актер, известный здесь, в Алмате. И при встрече мы обсуждали духовные темы, а потом один стих там в тему вошел нашу. Стих Фета. Я попросил, поскольку здесь есть актер очень хороший, чтобы он прочитал этот текст, этот стих. И первый раз он прочитал его абсолютно никак. Потому что он должен был сначала просто познакомиться со смыслом стиха. То есть сначала идет анализ. Вы читаете, вы анализируете, вы просто наблюдаете, о чем тут речь. А это что означает? Это слово я не знаю, а тут все понятно. И вы уже второй раз читаете, уже вкладывая разум свой. Разум, то есть это может быть эмоция, это может быть, да, уже какое-то что-то эмоциональное, настроение появляется. И затем, когда вы усвоили это настроение, уже поняли настроение, вы начинаете читать уже как бы от сердца. Как будто вы сами написали этот стих, или это о вас, это ваша жизнь, уже вы вживаете в бхава. И вот когда вы слушаете Бхагаватам или читаете Бхагаватам, как будто эти три процесса тоже могут происходить во времени. Сначала вы читаете, как анализируете, и думаете, о, это я знаю, это знакомо, это читал. А затем испытываете эмоцию, когда продолжаете читать, даже если вы знаете все это. Потом испытываете эмоцию, а потом уже чувствуете, что это ваше знание в сердце, это то, что как бы Кришна говорит в вашем сердце, бхава. Господь читания, он сразу, как только слышал святое имя, сразу впадал в экстаз, без анализа, без других вещей, сразу же. Но у нас, видите, вот есть такие как бы процессы. Это описывает, если хотите познакомиться с этими этапами, описывает Бхагаватам Сарасвати. Его цитирует Праупада в Шримад Бхагаватам, в седьмой песне, где Прохлад Махараш говорит стих, произносит Хирани Кашипу. Известный текст о девяти процессах преданного служения. Шравана Киртанам Вишно, Смарана Падасеванам, Арчанам Ванданам Дасьям, Сакьям Атма Неведан. Праупада дает большой-большой комментарий об этих девяти процессах, читайте Смаранам. В Смаранам он описывает, дает цитаты, цитирует слова Бхагаватам Сарасвати, вот об этом процессе, как происходят с Смаранам. Этапы. Вот когда вы читаете книги Праупада, вы как раз культивируете Смаранам. Вплоть до медитации, до самадхи можете дойти. Если это трудно делать одному, если так и не получается дойти до какой-то пхавы, до глубоких переживаний духовных, тогда мы вместе можем обсуждать, с Шраваном Киртаном там присутствуют еще два процесса. Тогда кто-то говорит, кто-то слушает и обсуждаются вопросы-ответы, так легче будет. И тогда тоже мы сможем получить с Смараном. Еще какие вопросы? Тоже Петр Павловск. С какого момента человека, заинтересовавшегося сознанием Кришны, можно уже считать преданным? С какого момента человек, заинтересовавшийся сознанием критичным, можно считать преданным? Да. Уттаматикари видит всех преданными, кроме себя самого. Когда о Господа читанию спросили, кто преданный, кто непреданный, он сказал, тот, кто воспевает святое имя, это преданный. То есть можете по этому критерию. Если человек уже регулярно воспевает святое имя, можете считать, что это преданный. Так к нему относиться. Еще раз из Петропавловской ядры. Как вы видите перспективу развития Петропавловской ядры? Как я вижу перспективу развития Петропавловской ядры? А там разве есть перспективы какие-то? Не слышал ничего о перспективах. Преданные ничего мне не говорили о перспективах. Я знаю, что там есть ядры, что преданные хорошие, так же я вижу. И искренние души. То есть могу как бы это констатировать, факт такой. Но о перспективах мне ничего не говорили. Так что пока не вижу перспектив. Пока, думаю, так все хорошо. Но раз вы спросили перспективы, значит, что-то вы будете планировать. Значит, вы уже на этот уровень поднялись, что-то будете развивать. Ну, как обычно, какие перспективы ядры? Это регистрацию получить. Она же есть у вас или нет? Я, кстати, не помню Петропавловск. Есть регистрация? Есть? Петропавловск? Вот. Есть? Просто рукой можете махнуть, если есть. Если нет, то просто сидите печально, и я пойму. Если мы хотим развивать театр, то нам необходимо... А? Регистрации у нас нет. А, ну вот давайте с этого и начнем, тогда с этой перспективы. Потому что по мере развития мы должны думать также об отношениях с внешним миром. Никогда об этом не забывайте. Не создавайте секту. Обязательно-обязательно нужно с законом, с обществом, с общественностью как-то вот контактировать. И нужна регистрация, если у вас уже есть достаточное количество. Позаботьтесь, работайте в этом направлении, чтобы власти вас знали постепенно, ближе и ближе, больше и больше. Как хороших людей, и все будет хорошо, и появятся перспективы. Давайте с этого начнем, с регистрации. Не подписан город, вопрос. Если целью жизни пока не является познать отношения Радхи и Кришны, не думаю о достижении премы-бхакти, а целью не совершать оскорблений, садхана наладится стабильно и служить преданным эмиссии, то правильно ли это? Если целью жизни пока не является познать отношения Радхи и Кришны, не думаю о достижении премы-бхакти, а целью не совершать оскорблений, садхана наладится стабильно и служить преданным эмиссии, правильно ли это? Так это и есть приближение к Радхи и Кришне. Как же вы не понимаете? Это не две разные вещи. Как же вы так разделили? Вы думаете, тот, кто следует садхана на бхакти, не приближается к Радхи и Кришне? Странное настроение. Это как раз тот самый путь. Как только мы избежим оскорблений, мы сразу увидим Радху и Кришну. Это не два разных пути, это один путь, один процесс. Если вы не совершаете оскорблений, совершаете усилия, чисто воспеваете, означает, что вы двигаетесь к Радхи и Кришне. Другого пути нет. В каком умонастроении нужно делиться знанием или проповедовать? В каком умонастроении нужно делиться знанием или проповедовать? Умонастроение, когда вы восхищены опытом знаний, когда вы имеете какие-то реализации глубокие, святого имени, философии, образа жизни, чистоты, у вас появляется реализация, наполненность. Естественно, желание поделиться этим. Вот в этом настроении. И есть как бы два вида настроения, в котором можно обучать других. Одно ложное, другое, значит, настоящее. Одно настроение – это шишья, ученик, в другом настроении – это гуру. Гуру, который спасает, поучает, думает, что он спаситель, думает, что он наставник. Это ложная позиция. И шишья – это тот, кто заботится о людях при помощи проповеди знания. Это настоящая позиция. Он не спаситель, он знает, что спасает святое имя. Он слуга святого имени. И вот эту позицию гуру нужно оставить, когда мы проповедуем людям. Нужно в позиции ученика находиться, в служении своему гуру. Один великий проповедник говорил, послушайте, я ученик правопады, поэтому послушайте, что я сейчас скажу вам. А другой великий проповедник говорил, я ученик правопады, послушайте, что правопады говорит. Какая правильная позиция проповедника? Вы понимаете, вторая позиция – шишья. Первая позиция – гуру. Значит, мы не действуем с позиции гуру, мы с позиции шишья всегда действуем. Ученика. Можно ли продвигаться в духовной жизни без аскез? Можно ли продвигаться в духовной жизни без аскез? Мы так и делаем. Одни пиры у нас. Да праздник. Какие аскезы? Где видели аскезы? В сознании Кришны. Если вы думаете, что четыре принципа — это аскезы, то значит, мы на уровне кошек и собак ещё находимся. Для людей это не аскеза. Это обычная, нормальная, цивилизованная жизнь. И вы к этому очень быстро привыкнете, если сейчас думаете, что это трудная аскеза. Вы очень быстро привыкнете, потому что чувства склонны именно к такой чистоте. И ум тоже склонен к такой чистоте. Они себя хорошо чувствуют в этих принципах. Немножко практики, вы будете очень хорошо себя чувствовать. Никакой аскезы нет. Не вижу аскезы в сознании Кришны. Рано подняться, если думаете, аскезы — тоже это ещё. Значит, вы ещё просто ребёнок. Ничего тут сложного нет. Полное удовлетворение. Для чувств столько всего. Боже мой. Может, вы поясните, что такое аскезы для вас? Рано подняться? Ну, не смешите тогда меня. Если у вас рано подняться аскезы, они не знают тогда, нужно ли говорить вообще о науке бахтии. Ну, пока другой вопрос. Сверхусилия подразумевал в духовной жизни. А, сверхусилия в духовной жизни? А какие? Ты мне расскажи подробнее. Дополнительное чтение, как бы, джапы, ночное, там, бдение, да, допустим? Что ещё? Посты. Это же всё увеличивает первый элемент огня в психике, да? Как бы тонизирует человека. А, я понял. Вот есть рекомендация. Это хорошо, то, что ты говоришь. С одной стороны, хорошо. С другой стороны, может, как бы, ожесточить сердце. Вот. Поэтому рекомендовано, рупай госвами, такие аскезы принимать в особые дни. Например, в день джанмаштами. Можно взять какое-то особое служение или дополнительные круги. Или месяц картика взять какую-то аскезу, да, вот дополнительную, как ты говоришь. Ну, она посвящается Кришне, тогда сердце не будет ожесточаться. То есть в особые дни это очень благоприятно. Если человек постоянно такую аскезу хочет держать, но он должен быть на определённом духовном уровне для этого. Должен посоветоваться с наставником или духовным учителем. Например, если вы дадите обет на инициацию повторить шуща-четыре круга мантры, гуру не согласится на это, принять такой обет. Но если вы скажете шнадцать кругов, двадцать пять векадыши, гуру согласится на такой обет. Но вы можете повторять и больше. Но обеты такие не давайте. А вот в особые дни можете давать обеты именно. Это джанмаштами, гауропурнима, или там ясапуджи духовно учители, вы в это время, в этот день даёте какой-то обет. Месяц Картика, месяц Пурушоттама. Это благоприятно, потому что эти дни связаны с Кришной. Руба Господь советует, в такие дни именно можно что-то делать особое. В Карганде собираем лакшми для покупки земли, для строительства ведического центра. Просим ваших благословений и наставлений. Собираете лакшми? Ну, хорошо. И когда соберёте? А ну, Гаратвика. Гуру Магараш, так слышу. Ага, слышу. Арибол? Лакшми собрали. Мы сейчас ждём владельца земли, и предположительно сделка будет в середине мая. Просим ваших благословений. Сколько земли? Магубка земли, да. Сколько земли? Семь соток. Семь соток. Не так много, да? Это где, в городе? Да, это в центре города. О, в центре города это много. В центре города это хороший кусок, вы взяли, смотрите, я не знаю, уже благословения, похоже, все есть у вас там. Если я дам благословения, то у вас уменьшатся сотки, я не буду рисковать. Я знаю, чтобы, Гурмаград, я боюсь, чтобы, ну, чистый был участок, чтобы все те лакшми, которые собрали, а собрали очень хорошую сумму, на покупку данной земли, ну, не пропали даром. То есть, чтобы, ну, грубо говоря, не обманули. А, не обманули? Ну, будьте осторожны, смотрите. Это все проверяется как-то, да? Да, да, да. Ну, тут надо, да, кто победит, Кали или Кришна, посмотрим. Молитесь в год под учитание, я тоже буду молиться. Ну, постарайтесь все сделать максимально бдительно. Ну, есть старшие, которые за этим приняты. Хорошо, будем надеяться, что Кришна даст вам этот центр. Вы заслужили это в Караганде, мне кажется. Еще вопросы? Атырау спрашивает, как лучше держать месяц Прушоттаму? Атраву где? Покажите мне атраву. А, тут только картинка, да, такая атрава? Да, уже тут. А, вот они, вот, вижу, это атрава. Как держать месяц Прушоттама? Она считается очень могущественной, она даже считается сильнее, чем картика его духовное влияние, духовная сила. Поэтому обычно благоприятно увеличить круги. Вот такой можно обет дать. Больше кругов повторять в месяц Прушоттама. Или кто книги распространяет, он больше книг хочет распространить. Проповедовать, конечно, всегда очень благоприятно в это время людям. Служить Вашнавам. То есть те же самые принципы преданного служения, но просто мы хотим отъявлять лучше или больше. Количественно и качественно пытаемся улучшить себя. Таким образом. Читать книг больше. Вот я рекомендую. Месяц Прушоттама. И в месяц Прушоттама нельзя ссориться. Реакции тоже приходят сильные очень. Нельзя ссориться, нужно обет молчания дать на целый месяц. Очень опасно ссориться в месяц Прушоттам. Я специально пугаю. Вот такие можно дать обеты. Не думайте, что потом можно ссориться после месяца Прушоттам. Петропавловск хочет микрофон захватить. Давайте. Харикришно, дорогой Бурудев, спасибо вам за ответы. Вопрос был задан. Какая перспектива развития ядры подразумевалась? Часто езжу в Омск и вижу много налаженных структур. У нас ядра молодая, развивающаяся. И есть ли какие-то шаги по развитию ядры? И кто их должен дать? Региональный секретарь, ГБС, президент ядры? Или внутри вырабатывать ядры? Да, внутри, правильно. Внутри все вырабатывается. Вот поскольку вы уже спрашиваете об этом, уже думаете об этом, значит, процесс идет. Без особой спешки процесс уже пошел. Вот внутри можете обсуждать, какие шаги. Потом вы уже предлагаете это, скажем, президенту ядры. Можно предложить обсудить вместе с руководством ядры. Обсудить. Региональному секретарю сказать, что бы вы хотели. Петропавловск, да? Да. Но пока же нет регистрации у вас еще. Ну вот с этого начните. Когда будет регистрация, уже можно будет на самом деле практично что-то планировать, какое-то развитие пошаговое. Пока, я думаю, вы одно сейчас сделаете без регистрации, хорошо даже сделаете. Можете заволновать властей или других людей. Вот. Поэтому делайте все правильным образом. Они не любят, когда без разрешения собираются там, делают все по-своему, игнорируют их. Они начинают плохо думать. Потом идите к ним, рассказывайте, показывайте свой устав, свои как бы цели, свою миссию, движение, расскажите. Знакомьтесь с ними, продвигайте этот вопрос. Больше. Спасибо большое, Кришне. Хорошо. От лени мы уже избавились. Потом что еще? Краткий Кришне мы уже приближаемся, мы знаем как. Десять оскорблений мы уже избегаем. Месяц Парашотта мы уже ждем. землю покупаем, храм строим, регистрируемся. В общем, полный порядок. Никого не оскорбляем. Ну, потрясающе вообще. Потрясающе. Сегодня потрясающая встреча у нас была. Что скажет Анну Горатрика? Ее оценка. Я уже понял, что будете продолжать. Спасибо всем большое. Слава Павла Павла, Деки, Джай. Тут мы остановимся. Павла Павла Павла, Деки, Джай. Павла Павла Павла, Деки, Джай.